Меня зовут Тян Елена, родилась я в Казахстане, город Казварда. Родилась я в 1982 году. После моего рождения выявлена моя патология. Диагноз не учит ахондроплазия. После постановки диагноза мои родители поехали со мной в Москву для утверждения точного диагноза. После этого родители поехали по направлению Института генетики в город Урган в центре Визаева. В раннем сроке были приглашены на лечение на начало первого этапа. Начало первого этапа начался в 1992 году. В первой операции у меня была проведена левое бедро, правая голень, то есть два аппарата сразу на обе ноги. Через месяц мне исполнилось ровно 10 лет. В первый этап я заходила с ростом 104 сантиметра. После окончания первого этапа у меня рост был 118 сантиметров. При удлинении все прошло быстро. Не скажу сказать незаметно, но было очень болезненно. Я была госпитализирована на второй этап в 1997 году по 1998 году. Тогда было выравнивание конечностей, и всего у меня обошлось по 10 сантиметров. И с ростом я зашла на второй этап 133 сантиметра и выписано 143 сантиметра. На сегодняшний день у меня длина роста так и составляет 143 сантиметра. Плюс третий этап это было скелетное вытяжение обоих плеч по 10 сантиметров с 1999 по 2000 год. По завершению всех этапов лечения у меня с плеч какой-то упал груз. Наверное, скорее всего, это психологический, может в то же время и моральный груз. Мне, конечно, очень приятно говорить о своих этапах жизни становления. То, что несмотря на мой диагноз, в школе я немного была какая-то сдержанная, стеснительная и так далее. В институте я немного раскрепостилась, но, может, после того, что я уехала все-таки вдали от дома за тысячу километров, может, из-за этого. И так, как сказать, было это метод самовыживания. Я благодарна своим, в первую очередь, родителям, благодарна всем врачам Центра Елизара, всем учителям, кто был со мной на этапе моей ступления, как бы сказать, в новую жизнь. Я очень всем благодарна. Выбор моей специальности все-таки свершила с ночью своего детства. Я стала врачом, поступила в медицинский университет. В 2000 году я поступила, в 2006 году я закончила. По окончании института я все-таки хотела выбор экстренной специальности, это связан с хирургической деятельностью или с реанимационной деятельностью. И я выбрала мелкую структуру, то есть, или направление, то есть, это микрохирургия глаза. Я стала врачом-детским офтальмологом. И я выбрала направление, именно касающееся ретинопатии недоношенных и ретинобластома у детей. Я прошла обучение в городе Санкт-Петербурге в 2010 году. Завкафетры на тот момент была Саидашева Эльвира Эриковна. Через нее я познакомилась с ныне своей старшей коллегой, я могу сказать, даже учителем старшим, Шарипова Ассия Люсимфая. Мы до сих пор с ней сейчас вместе. Она мне очень сильно помогает, всегда поддерживает. И несмотря на то, что у нас такие тяжелые ситуации, тяжелые случаи, всегда я от нее испытываю очень колоссальную поддержку. Что я за это ей очень благодарна. На базе научных центров педиатрии и детской хирургии 16 февраля 2012 года у нас прошла первая операция. И по сей день продолжается по лазеркоагуляции ретинопатии недоношенных. Совместно с Глазным институтом. Также параллельно работаю в направлении ретинобластомы у детей. Это тоже дети, которые лежат в научном центре педиатрии. Совместно со специалистом с Глазного института Аубакирова Аласа-Отпековна мы проводим диагностику, а также оперативное лечение при его изменениях. По сей день я продолжаю работать в научном центре педиатрии и детской хирургии. Почему я приехала сюда на данную конференцию? Я очень хотела быть на этой конференции и с этой сцены сказать всем, выразить огромную благодарность за то, что я сейчас здесь стою и то, что я в таком, можно сказать, красивом состоянии. Потому что благодаря вам у меня такой рост. Я не имею практически этих комплексов в коллективе. И так сказать, нахожу себя быстро и я никогда не комплексую. Когда я начинала лечение, отделение называлось «Регуляция роста детей». Тогда был заведующий Новико Константин Игоревич. Вторые и третьи этапы у меня заведующая была Аранович Анна Майоровна. Во время студенческих лет я занималась в научно-студенческих кружках, также участвовала в научно-студенческих конференциях. Выезжала в город Ижевск и в 2006 году, и в 2007 году я была в городе Саратове. Участвовала в различных конференциях. В том числе я проходила усовершенствование, то есть повышение квалификации. Как в Санкт-Петербурге, в России, так я была по ретинобластоме. У меня обучение было в Германии, в городе Сене. Вот за те годы, которые я провел в этой клинике, мне удлинили конечность на 28 сантиметров, что, естественно, потом мне дало возможность уже в жизни себя чувствовать достаточно уверенно, комфортно, практически здоровым. И так получилось, что вот эти годы, проведенные в клинике в институте Элизарова, они привели меня тоже к профессии медицинского работника. С 1989 года, с прошлого столетия, работаю анестезиологом-реаниматологом в городе Омске. И за время работы я чувствовал себя достаточно уверенно и комфортно благодаря вот той работе всего большого коллектива института Гаврилы Абрамовича Элизаровой. Хочу сказать, что когда я родилась, у меня обнаружилась врожденная патология левой голени и стопы, выраженная патология. И моя мама меня водила ко всем московским врачам, светилам, в ЦИТО и в другие места, в первую городскую больницу. И мне предлагали только ампутацию. То есть все врачи, как один, говорили, что у вашей дочки такая патология, что она не сможет все равно нормально ходить. И мы делали аккуратненький протезик. И зачем вы мучаете ребенка, потаскаете их. Но мама не соглашалась на ампутацию. И случайно в газете «Советская Россия» прочитала про доктора из Кургана, который может помочь. И вначале Гаврил Абрамович меня посмотрел в Москве и сказал, приезжайте, я берусь. Все отговаривали врачи, маму, куда вы едете, что кости он ей переломает. Только вы знаете, какой у него метод, это ломают кости. И, в общем, ребенка испортят. Но моя мама никого не послушала, поехала. И в итоге, я говорила, Гаврил Абрамович меня вылечил. То есть он удлинил мне ногу на 32 сантиметра. Я хожу, сделал коррекцию стопы. Я хожу в обычной обуви, просто вкладыш небольшой у меня в обувь. Хожу в обычной обуви. Еще хочу сказать, что детство, проведенное в больнице, я лечилась с 1969 по 1981 год. Моим лечащим врачом была Анна Майоровна. Еще был у меня Караулов Геннадий Михайлович лечащим врачом, Чепизубов Алексей Алексеевич. И хочу сказать, что детство, проведенное в больнице, оно повлияло на мое решение стать врачом. Я стала врачом, аллергологом, иммунологом, кандидат медицинских наук, вырастила четверых детей. И хочу сказать огромное спасибо всем врачам, всему коллективу института, Книекота тогда он назывался, Книекот, которые помогли мне встать на ноги и привили к любовь к медицине. Я работаю тренером детско-юношеской спортивной школы, 20 лет проработан. Но вот именно истоки своего спортивного совершенства я приобрел именно в Лизаровском центре. В институте Лизарова я оказался в 1972 году по причине своей, так сказать, детской болезни. И с 1972 по 1979 я находился на излечении в этом центре. Получив направление и заряд, и первую систему тренировок именно в Лизарском центре, я с тех пор, по сей день продолжаю заниматься железной игрой. Ну, я очень счастлив и благодарен судьбе, что при своем, так сказать, заболевании я оказался местным жителем Курганским. Горганил Абрамовича, я очень, так сказать, можно сказать, обязан тем, что у меня сейчас встал в жизни. Это благодаря Горганилу Абрамовичу, потому что если бы такого не было человека на земле, то я бы и остальные товарищи, мы просто были бы в небытие. Я очень просто благодарен и большое ему спасибо и то, что он именно оказался на нашей территории. А институту, конечно, просветание. Я приехала сюда в 1978 году, стояла долго в очереди, 6 лет, чтобы попасть сюда. У меня была врожденная аномалия развития левой нижней конечности. Я здесь лежала несколько этапов. Удлинили мне очень хорошо, на 33 сантиметра. Это общая длина, то есть то, чего не хватало, чтобы нормально функционировать и ходить. То есть, ну, я считаю, что это очень хороший результат. Вот прошло уже много времени, вот меня не было здесь 30 лет, я стала врачом. У меня выросло три сына. Один из них врач на скорой помощи. Я очень рада, что так все случилось, что в моей личной истории был курган. Курган — это начало моей личной истории, моих успехов, моей новой жизни. Теперь я доктор-педиатр. Я работаю в нашей местной детской поликлинике, а также обслуживаю детский сад и работаю дежурным доктором, дежуре в стационаре. За столетие доктора Елизарова я хотела бы пожелать всем докторам вести тот же, вот эту деятельность, которую заложил наш великий профессор Елизаров. Также любить и помогать детям, также вести его дело, также пропагандировать вот именно его идею, не забывать и развивать именно его систему из лечения. Когда я... Возраст заболевания детский, ранний, в роддоме, это самое. А последняя операция была, уже заканчивал удлинение, и реабилитация была... В течение полугода я уже практически ходил с одной тростью. Ну, трость взял, как... 44 года назад взял ее, в 77-м году, так я ее и не бросаю. Потому что патология очень большая, тяжелая, и удлинение было большое. Общее удлинение бедра на 30 сантиметров. Работаю стоматологом много лет, с 85-го года. Третью, я говорил Абрамовичу, я хочу пациентам пожелать, пациентам пожелать выздоровления, успехов и реабилитации, сто процентов. Благодаря гению доктора Елизарова, многие наши дети тут же стали медицинскими работниками. Мой сын работает в городе Омске хирургом, занимается хирургией печени. Мой сын майор медицинской службы, ветеран боевых действий, военный врач, учится в военно-медицинской академии города Петербурга. Мой старший сын работает врачом на скорой помощи, занимается педологией дополнительно. У меня четверо детей, но никто не стал врачом, но все тоже... У меня сын работает в близкие. А, и двое из них приехали сейчас сюда со мной. Юра, тетя. У меня сын работает детским стоматологом в городе Омске. Здравствуйте! Я посвящаюсь свое стихотворение в памяти Гавриила Абрамовича Елизарова. Сто лет прошло со дня рождения великого прекрасного врача. Он жизнь отдал изобретению и многих на ноги поднял. Уж век прошел, но до сих пор трудение передается по наследству. И сутками из Елизарова не выходя, спасают людям жизнь наши доктора. Гавриил Абрамович, доктор Елизаров. В сердечной памяти потомков и коллег. В центре Елизарова родиться можно заново. Заменят руки, ноги и выровнят скелет. Поздравляем с юбилеем и благодарим врачей, медсестер и весь персонал центра Елизарова. Панасенко Виктория. 10 лет. Город Сочи.